Вопросы сегодня на тему путешествия. Как красиво, правильно, никому не мешая путешествовать. Начнем с автобуса. Да, автобус, поезд, самолет, тесное пространство. Да, стесненное пространство, когда люди все в одной и той же ситуации, но кому-то вдруг, к примеру, захотелось немножечко развалиться, сесть поудобнее. То есть кресла, они раскладываются. Как сделать так, чтобы и сесть поудобнее, и люди возмущались? Есть какие-то правила? Попросите у водителя, чтобы вот этого толстого убрали сзади пассажира, потому что мне неудобно, пускай его пересадят куда-нибудь. Конечно, путешествие – это стресс. Люди достаточно долго находятся вместе в тесном пространстве, иногда довольно душном, иногда довольно шумном. Если вы хотите откинуть сидение, и вы видите, что человеку сзади будет от этого неудобно, или может быть неудобно, то имеет смысл спросить, конечно, разрешение, предупредить человека об этом. Нет, ну так, нажимаешь на кнопку. Так нормально? Вы вторгаетесь в его личное пространство. Это будет хорошим тоном спросить у него, либо попросить прощения, если возникла такая острая необходимость. Например, объяснив это тем, что у вас болит спина, тем, что у вас болит голова, вам неудобно, могли бы вы какое-то время таким образом посидеть. Хорошо, вот секундочку. У меня вот длинные ноги, да, я, допустим, сижу, мне уже неудобно сидеть в этом кресле, да, а пассажир впереди начинает еще пытаться раскладываться. Вот как поступить мне в этой ситуации? Сказать, что дядя, ну, перестаньте баловаться. Вы можете сказать, что вам не очень удобно, вам не очень комфортно, могли бы вы найти какую-то золотую середину, или, например, поменяться местами. Всегда можно решить вопрос подобного характера переговорами. Надо искать золотую середину, чтобы было удобно всем. И где-то придется потерпеть. Мы не можем находиться в пространстве очень тесном, чтобы было комфортно только одному человеку, а все остальные терпели. Это то, где надо искать золотую середину. А обувь снимать можно, когда сидишь в жарком автобусе, и ноги болят? Когда мы снимаем обувь в общественном транспорте, особенно в поездах дальнего следования или в автобусах дальнего следования, есть две проблемы. Это неэстетичный внешний вид, либо неприятный запах. Если тебе удастся снять свою обувь таким образом, чтобы не было ни одного, ни второго, то никаких проблем нет. Хорошо. Извечная проблема поездов и автобусов дальнего следования – это конизонеры и вообще форточки. Вот каким образом себя вести? Всегда кому-то холодно, кому-то жарко. Вот мне жарко, я хочу открыть форточку. Я спрашиваю, еще что я открою? Мне говорят, не открывай, я сейчас умру. Что мне делать? Попробуйте пересесть в таком случае. Если невозможно решить вопрос, то попробуйте поменяться с человеком местами. А если невозможно пересесть? Ты за меня или за медведя? Я ставлю тебя в неудобное положение. Я хочу сказать, что всегда есть возможность договориться и каким-то образом решить вопрос. Если так произошло, что договориться… Даже мятая бумажка достоинства в 10 долларов может и решить подобный вопрос. Вот ты же сам знаешь прекрасный ответ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...